здравствуйте друзья у нас сегодня забавная вещица рыбки кои кажется так это называется под водой снег выпал на травку вот если камера нам приблизит вот этого материала в ю тубе очень много то есть очень много съемочек и любительских и профессиональных про этих рыбок поэтому мы сейчас напишем ее а вы можете даже не ее копировать а просто несколько раз просмотрев как решать эту задачу потом найти красивый видеосюжет сделать паузу в том видео которое вы найдете и по мотивам технологии письма сделать самостоятельную подобную работу ну начнем значит у нас большое темное пятно вот с него мы и начнем мы возьмем немного разбавителя и белил на палитру ну вот такую слякотную историку возьмем чуть подпустим чуть подпустим влаги просто поливать разбавителем не надо чуть-чуть с белилами по мете а потом берите коричневый синий в данном случае голубая пц желтый еще обелил вы видите характер укладки кистью которые я делаю не выкрашиваю не выкрашиваю коричневый обычно это у нас марс коричневый темный прозрачный синько с этой стороны много коричневизны и даже красноты в качестве красного я взял кадний красный свет коричневый вы видите я не выкрашиваю до ровного состояния то есть сохраняю вот это мерцание ну как собственно и там и просится подобное решение разбил коричневого плюс голубенький она немножечко позеленела плюс желтый вполне позеленела действие кисти постарайтесь повторить не не делайте как вы привыкли постарайтесь с обезьянничать движения опытного розовенький можно поставить центре там и эти настроения есть делится желтый достаточно короткие движения вы видите достаточно короткие движения вы видите то есть не от края до края коротенькие то есть мне нужна рябая ситуация там камни заросшие заросшие тиной так теперь возьмем мастихин сначала крупный у нас здесь небольшое но достаточное чтобы мастихину не было сухо количество краски так и здесь лоскутки снега вы видите его положим очень деликатная задача надо умудриться чуть ли не с одного раза положить и все либо ждать когда просохнет работа и на сухую красочку с удобствами положить жесткий характер этого снега очертаний снега показывает что это явно над водой не напрасно художник положил возможно это место было где-то в стороне а он поставил сюда в эту пустую в это пустое пространство для того чтобы выразить жесткость этого пятна а а опять подтопим некоторые подтопим видите как у рака силуэт тоже возможно художник таким образом схитрил раковый силуэт в данном случае как-то по-особенному уместен если где-то произошел перебор можно чуть-чуть сбить напряжение штриха по вот этой траектории похожим образом видите чуть с густотой и с этим топтательным характером носик не острый тупой носик там них у этих рыбочек разъявленный ротик он по-моему забыл вот этим ребяткам подставить плавные чашечки поправим его чуть-чуть и тоже заморочим видите они прям под воду сразу уходят темненькую очерченность подбросил рыбочка под водой но тут еще есть интересные штуки листик который над водой вернее на воде и он внятно пересекает нашу рыбочку и теперь ясно что есть то что под водой и то что над водой это листик под ним тенистое вы видите не одинаковая проволока тени вот листик теперь плывет дадим ему веточку на которой он сидел а с этой стороны ледок который вот эту рыбку перекрывает ледок который настолько еще юн что не очень то плот плотен то есть прозрачный то есть рыбка под ледком проплывает вот такие укладочки кисть нашу вытрем хорошенечко и успокоим ледок так ну вот теперь есть то что под водой то что над водой нашей красотки глазичек обозначим и в принципе перерыв показал мне что вот в этом состоянии вполне можно рассматривать ее как готовый такой легкий легкую картину с легкой степенью дописанности но помните что у нас будет и дописывание по сухому что само по себе важно для вас освоиться в работе по сухому и вы увидите уточнение как бы эти уточнения стоило делать будет много интересного уточнениях хотя в целом конечно все все важное произошло я знаю что многие из вас работу по сухому вести не могут вы начинаете сушить и портить неплохо начатый первый этап поэтому рекомендую вам научиться работать и вторым а значит и третьим и четвертым сеансом то есть второй сеанс он фактически рассказывает о всех последующих вот ну и напомним что сейчас на экране появятся сайты которые на которых вы можете приобрести все необходимое в том числе и эти видео ну и отделить для себя те сайты которые работают со мной и те сайты которые пиратские с которыми я бы не советовал бы связываться ну до следующего до следующей встречи до следующей встречи и